Один из залов музея Николая Островского посвящен картинам по роману «Как закалялась сталь». Теперь выставку дополнили индийской тематикой. Получилось это случайно, когда друг музея, народный артист России Геннадий Печников, прочел книгу Джавахарла Ланеру «Открытие Индии». В конце книги он с удивлением увидел хрестоматийную для русского человека фразу «Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Вот эта хрестоматийная фраза, она вошла полностью в точности в эту книгу. И отсюда можно делать вывод, что Джавахарла Ланеру прочитал эту книгу, сидя в тюрьме, на английском языке, поскольку на русском, конечно, он не владел этим языком. И вот это послужило такой завязкой. Вот так как бы зародилась у нас идея сделать фотовыставку по святым местам Индии, поскольку эта страна очень красивая, уникальная. Так украшением мероприятия стала выставка фоторабот «Индия далёкая и близкая» Геннадия Белоусова. Советский актёр театра и кино Геннадий Печников в 1960 году сыграл роль Рамы в первой советской постановке великого индусского эпоса «Рамаяна». За это он был удостоен индийской государственной награды. Главный действующий герой Геннадий Печников является здесь, можно сказать, фигурой очень важной, потому что он давний друг нашего музея. И Геннадий Михайлович снял по роману «Как закалялась сталь» театральные постановки. И, конечно, это очень важно для нашего музея, так как это яркая книга, которая вдохновляла многих людей прошлого века и продолжает вдохновлять до сих пор. Увидеть святые места Индии в переплетении с великим советским романом можно в музее Николая Островского до конца этой недели.